Персонажи волшебных сказок, появляющиеся на часах, возвещают об отчёте нового времени. С этого момента второй корпус детского сада «Замок детства» можно было бы считать официально открытым. Но правило есть правило. На торжественную церемонию собрались представители Государственной Думы Российской Федерации, Министерство образования Московской области и представители руководства поселения, а также родители, воспитатели и те, кто непосредственно возводил эти стены. Отец Николай Берсенёв, настоятель Храма Преображения Господня, преподнёс новому садику памятный подарок. Мы немножко связаны со Святой Горой Афон, оттуда много икон Геози. Мы желаем, чтобы эта икона Пресвятой Богородицы, которая воспитала нам Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы эта икона всегда была здесь и благословляла детишек всех. Храни вас Господь. Холодная осенняя погода не располагает к долгим церемониям, а потому после того, как прозвучали слова напутствия и поздравлений, официальные лица перевязали красную ленточку. Не обошлось и без традиционного русского каравая. С добрым словом и любовью всех встречаю с хлебом, с солью в наш красивый новый дом. А внутри красивого нового дома почётных гостей уже встречали маленькие хозяева садика. Здесь же, в центральном холле, церемония открытия продолжилась. Благодарственными письмами от администрации сельского поселения совхоз имени Ленина награждали тех, кто участвовал в возведении сада строителей, работников подрядных организаций и поставщиков. Тем более, что все работали одной дружной командой. Нам потом с этим работать, нам с этим жить. И строители откликаются, все идут навстречу. Да, мы редактировали проект, расширяли стены, убирали проёмы, делали так, как нам удобно, для того, чтобы нам было удобно работать в будущем. Из рук строителей, заведующие детским садом, получилась символичный ключ. А воспитателям повязали торжественные ленточки. Сад уже некоторое время работает, и познакомиться с его возможностями многие педагоги уже смогли, и эмоций своих не скрывают. Замечательно. Я очень рада, что сюда попала. Очень рада, что у меня самая хорошая группа. Я так думаю, что у меня очень замечательные дети и их родители. Самый лучший детский сад, в котором я работала. Наконец, церемония открытия закончилась, и гостей пригласили на небольшую экскурсию. Новый сад рассчитан на 9 групп, в каждой из которых находится по 25 детей. Персонал состоит из 60 высококвалифицированных специалистов. Детский сад, который построен на 230 мест, поможет частично разгрузить ту проблему с очередью в детский сад, которая образовалась. Более того, в этом детском саду функционирует одноясенная группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет, что позволяет мамам, которые остро нуждаются выйти на работу и заниматься своей деятельностью, а дети будут находиться в присмотре. Группы полностью укомплектованы игровыми и методическими материалами. Вся мебель исключительно российского производства. Но, по мнению министра образования Московской области, самое главное, что образовательная программа построена с применением самых современных методик. Здесь есть преемственность между детским садом и школой, что сегодня очень важно. Когда ребенок переходит из одной образовательной программы в другую образовательную программу, то иногда получается определенный разрыв. Здесь настолько правильно продумано все то, что будет затем в начальной школе и в основной и в старшей школе, те же предметы, которые связаны с робототехникой. Здесь имеют право выбора ребенка в нескольких направлениях. Поэтому, придя в школу, ему будет интересно уже заниматься не только математикой, но и физикой, химией, биологией. Если внутри детский сад мало похож на замок, разве что музыкальный кабинет напоминает тронный зал, то внешне все атрибуты налицо. Башенки, зубцы на стенах, арки, сводчатые окна. Рядом небольшой стадион. На детских площадках самое разнообразное игровое оборудование. Нет сомнения, что в этом замке детства маленьким посетителям будет очень комфортно. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.